Люди продолжают нести к стели цветы. Это знак уважения. Несмотря на то, что уже день памяти и скорби прошел, люди продолжают нести цветы к стели, посвященной воинам Красной Армии, погибшим в боях за освобождение Родины Великой Отечественной Армии в 1941-1945 годах. Кольцо Бастионов, замок Германа, старейшая часть нардских укреплений, построено в основном Ливонским орденом в XIV-XVI веках. Вокруг замка возник город Нарва, который в конце XIV века был обнесен городской стеной. Не сохранилось. Сохранившиеся городские укрепления построены во время шведского владычества. Там у нас эстонская граница, а здесь ворота в замок. Нарва – это приграничный городишко Эстонии. И через реку, вот через эту речку у нас Россия, Российская Федерация начинается. Громадные и тяжеловесные стены, отвесные стены Нарвского замка. И напротив у нас архитектура русского зодчества. Известняк. Известняковые породы очень характерны для данного региона. Также и Копорская крепость была построена из известняковых пород. Громадные и тяжеловесные стены, отвесные стены, отвесные стены, отвесные стены. Здесь, в Нарвской крепости, в общем, оборонялись шведы против царских солдат. Это у нас сад Карла Линнея. Вот, смотрите, такой формы с горшочками, желтоватый. Синего не хватает только для шведского флага. Вот за этой стеной у нас проходит граница. Там у нас эстонская таможня. То есть жест у него куда-то вниз направлен, да? То есть, как я понимаю, памятник, в принципе, оригинальный. Как его поставили там, наверное, в 50-х, 60-х годах. Так он здесь и стоит. И вот рукой он показывает вниз. И судя по направлению пальца, посмотрите, попадает, по-моему, прямо на ворота. То есть, грубо говоря, те, кто заходят вот из первых крепостных ворот, попадают, смотрят на этот памятник. И Ленин указывает далее на другие крепостные ворота. Вот туда. То есть, такая вот задумка была. Здесь еще у нас какой-то находится монументик. На этом месте будет установлен памятник 83 бойцам 2-го Вильяндинского коммунистического стрелкового полка, погибшим 28 ноября 1918 года в бою за освобождение города Нарвы. То есть, революция была кругом. И везде погибали люди во время революции 1918 года. У нас еще и с финнами связано. Интересно, тут вообще все намешано. И шведы, и финны, и русские, и эстонцы. Короче, в память о финской кавалерии, которая боролась в Нарве вместе с армией Короля Карла XII ноября 1700 года. Ага, 1700 года, как известно, шведские войска получили люлей от российских. И судя по всему, что типа финская кавалерия участвовала на стороне шведских войск. Финны с Эстонией также имеют историю. И вот здесь все намешано. Ленин, революция, да. И еще вот Карл XII, который, в принципе, я понимаю, в этом году, 1700-м, получил люлей под Полтавой. И в честь этого был установлен Самсон спустя 25 лет в Петергофе. Вот эта крепость в очень хорошем состоянии. То есть, на мой взгляд, и Ивангородская крепость в более, конечно, плачевном состоянии. Тут, конечно, и не спустишься просто так, чтобы к набережной. Хочется уже к набережной попасть. Ну, вон там у пограничного столба у нас российские погранцы с собачкой. Не знаю, похоже на овчарку, но черная. И это самое, и люди прогуливаются, гуляют. А погранцы там тоже, ну, походу, можно гулять, видимо. Ну, вот, в общем, здесь такая променантная зона. Типа, по европейским стандартам сделано все цивильно. Там даже сеточкой камушки обработали, обнесли, чтобы не падали. Вот. С той стороны у нас российская граница. И там нет такой променантной привлекательной зоны для праздношатающихся и тому подобных. Ну, и, в общем, все, ну, как бы, честно говоря, в Нарве, в других местах я не видел таких европейских стандартов, как и здесь. Прямо перед носом у России. То есть, ну, возможно, это показуха запланированная кем-то там повыше. Вот. Ну, тем не менее, очень приятная променантная зона. И хотелось бы, конечно, в российских... Ну, на Волге, конечно, есть покруче. Вот. Ну, здесь вот так вот, да, обустроено. И можно прогуливаться и смотреть, что там у соседей на том берегу происходит. Ну, вот он, знаменитый пропускной пункт Ивангород-Нарва. Или, быть точнее, Нарва-Ивангород, так как мы находимся с эстонской стороны. Вот. И здесь вот поэтому под этим навесом проходит пеший пропускной пункт. То есть, люди, туристы проходят по этому мосту под навесом. Ну, как вы видите, ни одного человека нет. То есть, сейчас граница закрыта. Вот такие солнечные часики здесь установлены. В том числе с пересчитлением сезонов. В разные времена года. Солнце по-разному светит. Описание, как светло работает. Если интересно, прочитайте. И я, соответственно, да, сейчас нахожусь здесь. Прикольная проминантная зона, оборудована красиво. На стороне, на той стороне ни разу не был, честно говоря. То есть, всегда проездом был здесь. И вот, как бы, очередной у нас грузовик поехал. Коммерческий груз, так называемый, пропускают. И, посмотрите, достаточно быстро сейчас пройдет. Ну, в общем, первый раз я прогуливаю здесь, по Нарской стороне. На Ивангородской не было. Всегда мне доводилось только миллион раз пересекать из Питера в Таллин на автобусе эту границу. А вот тот грузовичок как раз-таки прошел границу и уже проехал. Смотрите, как все быстро проходит. Второй день, вторая попытка прохода через эстонско-российскую границу. Сегодня с утра часовые дозвоны были до погранцов российских, до оперативного штаба Ленинградской области по коронавирусу. Конечно, как вы понимаете, все они не отвечают. Очень долго дозвоны сбрасываются постоянно. В общем, ситуация такая. Погранцы его, в общем, ответили. Сказали, что это не их компетенции относительно карантина. Звоните в Роспотребнадзор. Туда я звоню уже часа два и без толку. Роспотребнадзор не отвечает на звонки. Оперативный штаб Ленинградской области на шашлыках. Поэтому вот такая фигня. Пятый ревелин построен в первой четверти XVIII века по указу Петра I. За основу был взят проект навских бастионов шведского государственного деятеля и военного инженера Эрика Дальберга. Единственный ревелин, частично сохранившийся до сегодняшнего времени. Восстанавливают понемножку. Вот можно видеть, с этой стороны уже восстановлено. Поглядите, какое стремительное дечение. То ли это связано с тем, что через километров 15 река впадает в Синский залив, либо связано с сбросом на местный ГЭС. Здесь, кто не знал, есть даже ГЭС, построенный в советские времена. Суровая Нарвская крепость, ее стены. И где-то там скрывается башня Германа. Ну и вот напротив российская Ивангородская крепость. В честь Швеции установлен этот лев. Опять же, такой какой-то массивный. Не то, что самсон. Лев, которому разрывает пасть самсон в Петергофе. Там он прям как парящий. Но, конечно, по-другому выглядит. Вот. И это вот все находится рядом с Нарской крепостью, замок Германа. Здесь у нас влияние в основном Швеции было. Но также и Тевтонский орден здесь присутствовал. Вы же понимаете, приграничные города – это всегда такой момент тонкий. С той стороны Ивангород, что с этой стороны Нарва. Приграничные города всегда привлекали меня тем, что мне было интересно, как люди мыслят в этих городах. То есть, в принципе, у них очень сильное влияние как одной страны, так и другой страны. К примеру, допустим, есть деревушки в Италии, в Альпах. Где такой треугольник, где три страны граничат Швейцария, Австрия и Италия. И, в общем, получается, что в этих деревушках рождаются территориальные итальянцы, а говорят они по-немецки. И по факту они просто итальянцев, особенно с юга, ненавидят вообще. То есть, очень много всяких разборок. Допустим, тот же царский регион в Германии, который раньше принадлежал... Точнее, который раньше принадлежал Германии, а сейчас принадлежит Франции. После войны он отошел Франции. В общем, куча всех этих приграничных нюансов. Постоянно эти города приграничные переходят то одним, то другим. В общем, суть здесь такая. В принципе, я думаю, жители, которые населяют эти города, они это прекрасно понимают, что они просто в какой-то момент могут оказаться первыми под ударом. И их менталитет уже настолько, я думаю, гибок. Тут и табличка нашлась. Ну, не перед самим памятником, а чуть-чуть поодаль. Если заходить сбоку, то, в принципе, на эту табличку не попадаете. И вот только на выходе она мне попалась. Памятник шведский лев, памятник погибшим под Нарвой 19 ноября 1700 года в битве между войсками шведского короля Карла XII и русского царя Петра I. Шведский лев является копией памятника, установленного в 1936 году на западной окраине Нарвы и разрушенного в годы Второй мировой войны. Монумент был открыт 18 ноября 2000 года в честь 300-летия битвы и в наши дни символизирует дружбу и сотрудничество между современными Эстонией и Швецией. Это второе граффити в Нарве, которое мне попалось. В общем, здесь есть тоже свои эти граффити райтеры. Нашел третье граффити в Нарве. Оно уже такое достаточно старинное. Видите, там даже стены уже успели подделывать. Третье граффити в Нарве, это уже круто. И прямо вот таким протестом под стерами лютеранской церкви. Железнодорожного вокзала и автобусной станции. У нас сразу находится плакат. Соответственно, здесь вы можете найти все достопримечательности Нарвы. Первым, конечно, стоит Нарвский замок, потом Александровский собор. Памятник Пушкина я не видел. Памятник Паулю Кересу, шахматисту эстонскому видел. Вот они очень гордятся им. В общем, получается, из всего перечисленного, конечно, привлекает Нарвский замок. Затем, затем, затем стоит... Конечно, хотелось бы посетить художественную галерею. И променад это вообще просто шикарный, вообще очень классно сделан. Там можно гулять очень долго. Продолжение следует...